Доброе утро, добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская, коуч и психолог, и я занимаюсь продвижением психологов. И хотела вам рассказать сегодня про хейтеров. Хейтеры — это люди, которые пишут вам очень неприятные комментарии, и, к сожалению, я знаю, что очень многие психологи из-за этого расстраиваются. Но, как я говорю своим психологам, что как только вы заметите первые комментарии хейтеров, то это значит, к вам пришел успех. Потому что... Ой, кто-то у нас там разговаривает. Итак, смотрите, я первое время, когда получала комментарии хейтеров, я вообще не понимала, что происходит, потому что мне казалось, что я несу такую пользу людям, что я делаю так много полезного, и не может такого быть, чтобы люди писали гадости в комментариях. Я не верила в то, что есть среди моих коллег, в том числе среди психологов, есть люди, которые могут так жестко обходиться со мной, могут писать про то, что у меня не такие волосы, не такой нос, не такие губы, зубы, не такие плечи, я не так говорю, что я притворяюсь. Кто-то пишет про то, кто-то прям откровенно пишет гадости про моего сына. Ну, то есть такое количество комментариев я получала, и я уверена, что я буду получать эти комментарии. К сожалению, особенно это, знаете, как распространено среди психологов, среди коллег. Не просто так вы боитесь снимать видео, не просто так вы боитесь становиться публичным, не просто так большинство психологов боятся писать посты, снимать видео, потому что боятся осуждения коллег. К сожалению, это часто, и это происходит, и что делать в таких случаях? Еще раз говорю, поначалу я плакала до тех пор, пока мой коуч не сказал мне, что это успех, и что первые признаки успеха – это появление хейтеров. Поэтому вам придется с ними смириться, смириться с тем, что они есть, смириться с тем, что они будут. Если вы хотите расти, если вы хотите строить свой бренд, и если вы хотите увеличивать количество подписчиков, то хейтеры будут всегда. Полюбите своих хейтеров. Я, знаете, я все время вспоминаю притчу про мужчину, которому сосед принес в какой-то день, он ему очень сильно завидовал, он принес ему на порог, поставил ведро с навозом, ведро с навозом. И его сын, того мужчину, которому принесли навоз, он очень удивился, когда папа в ответ на ведро с навозом пошел и отнес соседу ведро с яблоками. И, вы знаете, я всегда вспоминаю эту притчу в таких случаях, что он ответил тогда сыну, потому что сын удивился, и он сказал, «Папа, я не понимаю, почему наш сосед принес же тебе ведро с навозом, почему ты ему отнес ведро с яблоками?» И ответил тогда отец, он сказал ему, потому что кто чем богат, тот тем и делится. Будьте выше этого, коллеги. Делитесь яблоками, делитесь цветом, делитесь то, ради чего вы вообще пришли сюда. Не верьте хейтерам, потому что я верю в то, что больше хороших людей, я верю в ромашки, я верю в то, что в этом мире больше хороших людей, иначе бы мы не выжили, иначе бы мы не смогли жить. Плюс разные моменты бывают в жизни у разных людей. Возможно, они через какое-то время... Я верю в просветление, я верю в Бога, я верю в то, что я могу молиться за этих людей, и я читаю каждый вечер молитвы ненавидящих и обидящих нас прости, потому что невозможно по-другому, потому что я знаю точно, для чего я пришла в этот мир, я точно знаю, чем я занимаюсь, я точно знаю, что я могу нести, что я могу дать другим людям. И если вы сами горите этим, то вы забудете про хейтеров, вы не будете обращать на них внимания. И для того, чтобы не сильно переживать по этому поводу, я вам рекомендую удалять комментарии хейтеров, не сильно читая их, не сильно вникая в это, не углубляясь в это. Конечно, если вы не можете поначалу справиться с этим, то обратитесь к своему психологу, обратитесь к своему супервизору. Но я обычно баню этих людей и не вчитываюсь, и не вникаю в причины, почему они так делают. Может быть, ВДВ, как я говорю, возможно, 200 вариантов. То есть мы не знаем, почему эти люди так делают. Мы не знаем всех обстоятельств их жизни. Мы не знаем, почему они психологи, и как они могут работать психологами, и так ненавидеть своих коллег, и так относиться к своим коллегам. Я не могу про это сказать. Но я могу сказать, что если вы другой, если вы знаете, зачем вы пришли, если у вас внутри свет, то продолжайте делать, несмотря ни на что, несмотря ни на какие комментарии. И, как сказала в одном из интервью Катя Гордон, она сказала, полюбите своих хейтеров, полюбите их, потому что, еще раз, это признак вашего успеха. Это признак того, что вы становитесь более и более популярными. Вспомните, не знаю, про Филиппа Киркорова, про Аллу Пугачеву, про Жириновского, про Путина, еще про каких-то людей, про иностранцев Мадонну, про Майкла Джексона, еще что-то. Поверьте, у этих знаменитых людей было огромное количество хейтеров. Они их ненавидели, они писали гадости. И вплоть до того, что там статьи какие-то, газеты, журналы, телевидение. И это не просто какой-то комментарий, а это действительно прям целые дела, которые делают, ну, то есть как это, сфабрикованные дела, которые затевают против известных людей. Поэтому это нормально, это часть, это часть известности, это часть построения вашего бренда. Научитесь к этому относиться спокойно. Это как часть внутренней работы над собой, которую вы можете провести для того, чтобы принять этих людей и перестать беспокоиться по поводу них. Вот по поводу хейтеров, наверное, все. И все, всем ромашек. И пишите, если у вас есть хейтеры, если они как-то реагируют на вас, если вы не можете с этим справиться. Я буду писать статьи, рассказывать про это больше, потому что у меня есть опыт прохождения этого периода, и я могу просто рассказать и поделиться этим с вами. Хорошо, все, на сегодня все. Всем ромашек. Счастливо.